Добрый вечер! В этой программе я напомню о резонансных и громких событиях ушедшего 2012-го и вкратце расскажу, какими чрезвычайными происшествиями уже успел отличиться Харьков в наступившем 2013-м. Стрельба на Данилевского. Перестрелка была конкретная. И жестокое убийство судей. Одна людина была еще жива на момент высечения головы. Череда громких убийств, которые харьковским правоохранителям предстоит раскрыть в наступившем году. Это преступление готовилось. Эмида и ее приговоры. Ненависть переполняет, конечно, и просто даже не могу смотреть в сторону этого человека. За год харьковские судьи вынесли ряд решений по громким и резонансным преступлениям. Менты его убили. Почему вы так считаете? Что-то у меня такое предположение. Харьковские взрывы, прогремевшие на всю страну. Мы поднимаем глаза, а женщина летит, видимо взяла на себя ребенка, может младшего или какого-то, и упала. Причина трагедии – утечка газа, несоблюдение правил безопасности и неправильно заправленные газовые баллоны. Никто не проверяет техническое состояние этого газового баллона. Минувший год запомнится харьковчанам чередой громких убийств. Дважды на слуху горожан было наименование улицы Данилевского. В начале года там в мусорных контейнерах нашли останки женщины, а осенью средь бела дня там же расстреляли молодого бизнесмена. Конец года и вовсе стал для первой столицы шокирующим. В собственной квартире был убит и обезглавлен судья и вся его семья. Подробнее о случившихся убийствах в сюжете. Это убийство, произошедшее в январе прошлого года, потрясло весь Харьков. В мусорном баке на улице Данилевского дворник наткнулась на шокирующую находку. В пакетах лежали голова, ноги и руки пожилой женщины. Из бака достали два пакета. В одном лежала голова, в другом конечности. Местные жители были шокированы. Этот район криминальным не назовешь. Тихий центр 200 метров до отделения милиции. Ни ночью, ни утром люди не видели и не слышали ничего подозрительного. Мы во сколько? В 7 часов, в полседьмого шли в церкви. Все было спокойно, тихо, никого, ни души не было. Это просто пронесли уже готовое. Спустя четыре дня правоохранители вышли на след преступника. К милиционерам он, сын убитой, пришел сам. Правда не с признанием, а с заявлением о пропаже матери. В убитой он ее не опознал. Но следователи все же выяснили правду. Был семейный конфликт между сыном и матерью. И вот на этой почве этот конфликт перерос в то, что он схватил разводной ключ и нанес ей около десяти ударов по голове. Труп убитой матери парень неделю хранил на балконе, а затем развез части тела по разным районам города. Как выяснилось позже, сын был нетрадиционной сексуальной ориентацией. Женщина застала его в кровати с любовником и разгорелся скандал, который закончился убийством. Такой кошмар и тихий ужас. Спустя почти год новые события на улице Данилевского снова привлекли внимание харьковчан. Средь белого дня неизвестный мужчина почти в упор расстрелял молодого бизнесмена, а его товарища ранил в руку. Ему удалось спастись бегством. Второй парень, ему было 25, успел добежать лишь до двери подъезда. Под окнами собственной квартиры упал замертво. В его теле эксперты насчитали 13 пулевых ранений. Тут женщины стоят, снимают блузки прямо с себя, чтобы ему там рану эту загородить. Правда, скорая буквально сразу приехала, минут через пять. Пистолет, из которого застрелили бизнесмена, правоохранители нашли за домом в кустах. А вот самого стрелка ищут до сих пор. Поисками и других преступников заняты не только харьковские оперативники. Для расследования другого резонансного преступления задействованы сотрудники разных подразделений структур правоохранительных ведомств. Это преступление готовилось. Оно не возникло в срочности какого-то конфликта, как это бывает. Об этом свидетельствуют определенные доказательства. В конце декабря в Харькове в профессиональный праздник служителей Фемиды жестоко и дерзко убили судью Владимира Трофимова и всю его семью. Тела убитых преступники обезглавили, а отсеченные части унесли с собой. Одна людина была еще жива на момент отсечения головы. Три другие – посмертные. Расследование этого дела взяли под контроль Генпрокуратура, МВД и президент Украины. Следствие предполагает, что убийство готовилось заранее, а преступников было как минимум двое. Версий – три. Убивство скояно с профессиональной деятельностью потерпела Трофимова и его семьи. Убивство скояно не установлено особой с метою завладения майном потерпели. А также третья версия – убийство скояно на замовление. Коллеги не верят, что Трофимова могли убить из-за работы. Говорят, он был скромным и неконфликтным человеком. В последнее время никаких громких дел не вел. Занимался преимущественно земельными вопросами. Это громкое дело правоохранителям предстоит раскрыть уже в наступившем году. Хоть некоторые резонансные преступления харьковским правоохранителям только предстоит раскрыть, в других делах первостоличные следователи успели отличиться продуктивной работой. Так что последнее слово оставалось за Фемидой. А та, в свою очередь, вынесла не один приговор, связанный с пожизненным тюремным заключением. Это громкое преступление было совершено в марте прошлого года. Уже в октябре суд вынес приговор. Но только одному преступнику из двух. Весной два брата напали на воинскую часть на улице Деревянка. Задолжали людям сумму более 7 миллионов гривен. Для того, чтобы рассчитаться, не нашли другого пути, как напасть на действующую воинскую часть с целью завладеть огнестрельным оружием, дальше реализовать его. И таким образом, вроде бы как, улучшить свое материальное положение. Солдата, который первым попался на пути, налетчики 7 раз ударили ножом. Юноша скончался на месте. Двое его сослуживцев нападение отбили. Одного преступника застрелили, второго задержали. Осенью Сергей Руденко предстал не только перед судом, но и перед родителями убитого срочника. Вы знаете, ненависть переполняет, конечно, и просто даже не могу смотреть в сторону этого человека. Мне приятно. Для меня это, я думаю, на всю жизнь боль останется. Учтя все доказательства и доводы гособвинения, суд вынес Руденко приговор. Фемида решила, что налетчик должен провести за решеткой остаток жизни. Осужденный вину признал лишь частично. Я уже указывал. У меня не было умысла. Причина кому-то вред. Особенно, кого-то убил. Почаще раз извинится перед руссками погибшего золота за себя и от его покойного брака. Защита Руденко уже готовит апелляцию. Будет просить смягчения наказания. Не согласны с приговором и адвокаты другого осужденного Артема Дереглазова. Два года назад студент из автомата расстрелял патрульного Сергея Евлахова. Мечта была в школе. Вот он хотел быть в уголовном розыске, развлекать преступника. На след студента стрелка правоохранители вышли уже вечером. Утром задерживали его в собственном доме. Тот отстреливался и ранил еще двух оперативников. Преступник спрятался на чердаке и неожиданно открыл огонь через открытый лаз, когда работники милиции вошли в дом. Преступник стрелял на поражение. К пожизненному заключению суд приговорил Артема Дереглазова осенью 2012-го. Но для родителей погибшего оперативника даже эта мера слишком лояльная. Его тоже убить надо, я его напрощаю. Я 8 месяцев плачу, каждый день пусть его мать поплачет, так как я плачу. На скамью подсудимых в прошлом году садились и правоохранители. Весной суд вынес приговор трем сотрудникам областного управления милиции за то, что те избили и оставили умирать харьковчанина Евгения Звенигородского в сквере на лавочке. Менты его убили. Почему вы так считаете? Это что-то у меня такое предположение. Во время суда экс-правоохранители лишь частично признавали свою вину. Дескать, парня не избивали. А когда ему стало плохо, просто испугались, поэтому не стали вызывать скорую. Однако один из оперативников все же признался. Именно он бил погибшего Евгения. Еще раз приношу извинения и соболезнования семье Звенигородского. Очень сожалею. Соглея нам. Более довольны. Двоим экс-милиционерам дали по 4 года тюрьмы. А главный подсудимый Богдан Цехмистра за решеткой проведет 8 лет. Осужденные уже подали апелляцию. В минувшем году Харьков прогремел на всю страну и, увы, не в переносном смысле. Дважды в городских многоэтажках взрывался газ. В сентябре в доме на улице Слинько и уже перед самым Новым годом в высотке на Московском проспекте. Последний взрыв унес жизни четырех человек. Среди них были дети. Что послужило причиной трагедии в следующем сюжете. Сейчас девятиэтажка на улице Слинько выглядит почти как новостройка. Чтобы восстановить этот дом, строителям понадобилось три месяца. А вот 4 сентября все боялись, что он и вовсе рухнет. Из-за взрыва на третьем этаже обрушились перекрытия выше и ниже. Упали внутренние стены. Внешние вовсе разошлись по шву. Слышу, дочка кричит. Смотрю, на нее плита упала, потолочная. И придавила ее, на спину упала. Часть здания строителям пришлось разбирать и возводить заново. Полностью управились лишь к середине декабря. Пострадавшие все это время жили в гостиницах. В ноябре им разрешили завести вещи. Будем спать пока на полу, на картонках. У нас не за что купить мебель. Газа нет. Самое главное, газа этот самый. Завтра обещают этот самый. Ну не знаю, придут газовики или нет. Но домой все вернулись лишь перед Новым годом. Не успели, правда, номера отеля освободить. Одни постояльцы, на их место въехали другие. 16 декабря прогремел взрыв на Московском проспекте. На этот раз с жертвами. Ну пока мы подбежали, поднимаем глаза, а женщина летит, видимо, взяла на себя ребенка, может младшего или какого-то. И упала, и с собой как бы смягчила. И они как бы разлетелись в разные стороны. На этом страшном пожаре погибли 4 человека, двое детей и двое взрослых. Все они из одной семьи жили в квартире, где прогремел взрыв. Еще одна девочка из этой же семьи чудом выжила. Но все, что происходило дальше, как сплошное дежавю. Эвакуация людей, расселение их по гостиницам, сборы вещей. Только усложнялось это 20-ти градусными морозами. Дом в считанные часы заледенел. Квартиры сверху закопчены, снизу затоплены. Однако чиновники обещают, старый Новый год большинство жителей 16-ти этажки встретят дома. Остальным придется подождать до конца января. По версии следствия, всему виной газовый баллон. Его в дом принес отец погибшей семьи. На похоронах он этого не отрицал и покаялся. Я не знаю, как попросить у вас прощения. Но многие, я знаю, что даже если подойти к дому, облить себя бензином и сжечь, многие меня не простят. За весь 2012 год в Харьковской области прогремело 8 взрывов. И причина везде – утечка газа. Зимой газовый баллон взорвался в Купенском районе. Без крыши над головой остались больше 20 человек. Потом взлетели на воздух дома в Краснокутске, подвалками и на Сахновщине. Вот эти все случаи, о которых мы говорим, это как раз говорит о том, что заправляются они в неспециализированных организациях, и никто не проверяет техническое состояние этого газового баллона. На ликвидацию последствий взрывов в Харькове местные власти попросили денег в Кабмине. Однако ремонтировать дом на Слиньку пришлось за свои средства. 6 миллионов гривен должно вернуть правительство, плюс еще похожая сумма на ремонт дома по Московскому проспекту. В каких условиях жильцам взорвавшейся высотки пришлось встречать зимние праздники и какие ЧП успели произойти в городе во время новогодних каникул я расскажу во второй части программы. Новогодние праздники в чужих стенах. По минимуму, как могли, вот у нас елочки поставили, что-то украсили, что-то своими руками сделали. Жители взорвавшегося дома в Новый год загадывали желание скорее вернуться домой. Чиновники обещают сроки до конца января. В Харькове из окна высотки выпал ребенок. Трехлетний мальчик пролетел 8 этажей и чудом остался жив. Состояние больного было и остается очень тяжелым с момента поступления на сегодняшний день. Медики борются за жизнь малыша. Почти месяц жители дома на Московском проспекте, где в середине декабря прогремел взрыв, живут в гостинице. Даже новогодние рождественские праздники им пришлось встречать в чужих стенах. Правда, все же с елками, подарками Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздник для пострадавших организовали волонтеры. Чиновники обещают, что к старому Новому году погорельцы смогут вернуться домой. Без родных стен, но с елкой и подарками Новый год большинство жителей дома, где прогремел взрыв, встретили в гостинице турист. В своем номере пришлось провести праздники и семье Светланы. Беда помешала им сохранить традицию. Раньше все важные даты отмечали только дома. По минимуму, как могли, вот у нас елочки поставили, что-то украсили, что-то своими руками сделали. Вот как могли. Дедами Морозами для семьи Светланы и других погорельцев стали неравнодушные харьковчане-волонтеры. И другие горожане устроили для пострадавших настоящий Новый год с елкой, подарками и сладостями. А под бой курантов, уверена женщина, все жильцы загадали одно и то же желание. Главное желание в этом году, ну, наверное, у всех, было то, что мы в этом году вернемся домой. Все будет хорошо, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чтобы желание жильцов сбылось как можно быстрее, строители работают круглосуточно и даже в праздники. Но успеют ли к Старому Новому году, не знают. А когда будет готово уже все? Понятно? Чиновники же обещают большинству жителей пострадавшего дома вернуться домой к Старому Новому году. Но жильцам 9, 10 и 11 этажей придется подождать до конца января. Коммуникации все восстанавливаются, восстанавливаются конструкции здания, проводятся отделочные работы. Кроме того, это менялась шахта лифта и лифтовое оборудование. Все работы, связанные с лоустройством и отделом фасада, они будут проводиться в теплое время года. Не пришлось встречать Новый год на больничных койках и двум тяжело пострадавшим при пожаре. Женщину, у которой были многочисленные увечья, и мужчину с травмой позвоночника. Их выписали еще до праздников. А вот 13-летняя Кристина Сургай, единственная, кто выжил в квартире-эпицентре, пока остается в больнице. У нее обожжено больше 60% тела. За месяц ребенка оперировали уже 6 раз, пересаживали кожу. Рядом с ней постоянно находится отец. Кроме него в реанимационную палату никого не пускают. Ведет она себя очень стоически, очень мужественно. Сама ест, встает, пытается ходить, мы помогаем. Папа дежурит возле нее, все, что необходимо, она получает. Врачи надеются на выздоровление девочки. Но для того, чтобы Кристине удалось обрести прежнюю красоту, говорят, понадобится не одна пластическая операция. Если у этих харьковчан праздники прошли спокойно и без ЧП, то у других было немного иначе. Только за новогоднюю ночь харьковским пожарным дважды пришлось выезжать на вызовы. Оба раза горели крыши домов, в них попадали салюты. Обошлось без пострадавших. А вот в течение последующих дней в Харькове области на пожарах погибли пять человек. Все они отравились угарным газом. Горели частные дома в Лазовском и Богодуховском районах, а еще харьковские многоэтажки. В первой столице один из самых крупных пожаров разгорелся на улице Ивана Камышева. В старом двухэтажном доме вспыхнули деревянные перекрытия. Выйти из своих квартир жители не могли из-за дыма, он заполнил все здание. Восьмерых человек спасателям пришлось спускать по пожарным лестницам. Сегодня должно было пройти заседание апелляционного суда по делу Евгения Звенигородского. Мужчину при задержании избили сотрудники органов. Все они получили тюремный срок и подали апелляцию. Но уже в третий раз Фемида переносит рассмотрение дела. Сегодня не смог явиться адвокат Богдана Цехмистра. Именно он наносил погибшему удары. Предыдущие два раза рассмотрение откладывали из-за ошибок в документах. Теперь служители Фемиды соберутся 24 января. Сегодня Харьков с рабочим визитом посетил генпрокурор Украины Виктор Пшенко и министр внутренних дел Виталий Захарченко. Главная цель поездки – расследование убийства судьи и его семьи. В первой столице правоохранители заслушали отчеты о проведенной работе следственно-оперативными органами. Сообщили, что осталось лишь две версии из четырех. Это профессиональная деятельность Владимира Трофимова и коллекция монет, которой владел убитый судья. Удалось ли правоохранителям найти головы погибших, генпрокурор не ответил. В поезде Кисловодск-Москва правоохранители искали взрывчатку. О том, что один из вагонов заминирован, в милицию сообщил мужчина. Состав простоял в Харькове больше часа. Бомбу в нем так и не нашли, а вот звонившего задержали. Он оказался пассажиром этого же поезда. Однако объяснить свой поступок не смог. За ложное сообщение о заминировании в милиции открыли уголовное производство. В ближайшие шесть лет мужчины рискуют провести за решеткой. На Салтовке из окна высотки выпал трехлетний мальчик. ЧП произошло днем 5 января. Малыш пролетел 8 этажей, упал в сугроб и чудом остался жив. Все эти дни медики борются за его жизнь. Сейчас ребенок находится в реанимации. Мальчик не может самостоятельно дышать. И прогнозов, выживет ли, медики пока не дают. Тем временем правоохранители выясняют, кто виновен в трагедии. Трехлетний мальчик выпал из окна вот этой девятиэтажки на Салтовке. Свидетелями несчастного случая стали работники стоматологической клиники, которая находится в этом же доме. Оксана Краля рассказывает, услышала удар и крики. Когда выбежала на улицу, мальчик был еще в сознании. Ребенок начал вставать. Ребенка нельзя было шевелить в такой ситуации. Он начал вставать, мы ему лежи, лежи. Ребенку около трех лет, я точно не знаю, конечно. Но ребенок пытался еще встать на коленки. Открытых переломов и ран на голове девушка у малыша не видела. Но было, говорит, много крови. Это от порезов. После праздников под окнами валялись разбитые бутылки. Кровью порезав, я не знаю даже, как он выжил. Упал уже с такой высоты просто. Просто не представляю. И учитывая, конечно, дорогих жильцов, которые выбрасывают стекла. То есть, ребенок упал и упал буквально в бутылки пива. Стекла в бутылки пива. Ну, то есть, коричневые стекла явно от пива. Ну, что сказать. То есть, он упал, раздетый, в снег, в рязь, еще в эти стекла. Правоохранители выяснили, мальчик выпал из окна на восьмом этаже. Его воспитывала мать-одиночка. Она была дома, но ненадолго отвлеклась, хлопотала по хозяйству. Несколько минут хватило, чтобы малыш взобрался на стул и открыл окно. Происшествия уже квалифицируются как несчастный случай. То есть, действия либо бездействия взрослых не привели к этому. Это был несчастный случай по собственной неосторожности ребенка. Мать в процессе стирки буквально на одну минуту отвлеклась. И произошло данное происшествие. Открывать криминальное производство и наказывать мать за то, что не досмотрела за ребенком, в милиции не будут. Трехлетнего Костю Михайлова мама воспитывает сама. Отец ушел из семьи, когда ребенку было полгодика. У 40-летней Натальи малыш единственный и долгожданный сын. Сейчас он находится в реанимации. У него сильные ушибы сердца, легких и множество других внутренних органов. Тяжелое состояние. Легкие не дышат. Он под искусственной вентиляцией легких. У него под аппаратом лежит. Что пока плохо. Мальчику уже сделали несколько операций. Но прогнозов, выживет ли ребенок, медики пока не дают. Говорят, многое сейчас зависит от организма Кости. Состояние больного было и остается очень тяжелым с момента поступления на сегодняшний день. Тяжелое состояние обусловлено тяжелой сочетанной травмой. А именно, закрытой травмой груди с ушибом легких и сердца. Закрытой травмой живота с повреждением органов брюшной полости. Тяжелой скелетной травмой. На лечение Костика в сутки нужно от 500 до 1000 гривен. Таких денег у мамы нет. Сейчас женщине помогают друзья и знакомые. Но близкие боятся, что у них может не хватить денег на лечение. Поэтому просят помощи у всех неравнодушных. Телефон мамы и малыша есть на экране и в редакции программы «За чертой». На этом у меня все. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 8 вечера, а также в пятницу днем и в воскресенье ночью. Мне же остается еще раз поздравить вас с праздниками. Пусть в наступившем году сбываются самые заветные желания. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Абсолютная недоторганность.